МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рохленко. И Людмила Татарова. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». В этот день, 28 января, в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых... Генрик VII, король Англии, основатель династии Тюдоров. Иян Гивелий, польский астроном, создавший первые карты Луны. Шарль Мари де Лакандамин, французский геодезист и путешественник, составивший карту Амазонки. И Хосе Марти, кубинский поэт, писатель, публицист, лидер освободительного движения Кубы от Испании. Василий Ключевский, российский историк. И Агюст Пекар, швейцарский физик, создатель стратостатов и батискафов. Владимир Соловьев, российский философ, поэт и публицист. И Валентин Катаев, советский писатель. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 28 января. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день во всемирной истории произошли следующие события. В 1796 году в составе России были созданы Волынская, Киевская, Малороссийская, Новороссийская и Подольская губернии. А в 1814 была опубликована первая книга Стендаля «Жизни Гайдена, Моцарта и Метастазио». В 1820 году русская экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду. А в 1838-м 16-летний Федор Достоевский был зачислен в главное инженерное училище. В 1918 году Ленин подписал декрет Совнаркома об организации рабоче-крестьянской Красной Армии. И в этот же день и год был принят декрет Совнаркома о революционном трибунале печати. В 1936 году в газете «Правда» была опубликована статья «Сумбур вместо музыки», в которой с жесткой критике подверглось творчество композитора Дмитрия Шостаковича. А в 1943 году в Германии был объявлен призыв женщин на военную службу. Сегодня 28 января. В эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 28 января 1741 года родилась княгиня Наталья Петровна Голицына в девичестве Чернышева. Послужившая Пушкину прототипом для образа старухи-графини из «Пиковой дамы». Один из самых колоритных персонажей российской истории она принадлежала к семье незнатной, но до невероятности богатой. В результате Наталья Петровна смогла получить образование и воспитание по высшему разряду того времени. И весьма удачно выйти замуж за родовитого, богатого, но непутевого князя Владимира Борисовича Голицына. Хорошо известно, что Голицыны – одна из самых родовитых русских семей. И, по всей видимости, получив такого мужа и войдя в круг знатнейшей русской аристократии, княгиня Наталья Петровна осуществила свою тайную мечту. Во всяком случае, современники вспоминали, что княгиня все фамилии бронит и выше Голицыных никого не ставит. Княгиня Голицына запомнилась тем, что была тогда одной из самых влиятельных персон в обеих столицах, создав себе такое положение, что ей оказывали внимание все государи и государыни, начиная с Екатерины II и заканчивая императором Николаем I. Высшее общество считало за честь бывать у нее дома. К ней везли на поклон каждую молодую девушку, начинавшую выезжать в свет. Новоиспеченный гвардейский офицер являлся к ней как по начальству. Семья трепетала перед княгиней, которая своего сына, московского генерал-губернатора Дмитрия Голицына, называла Митенькой. А о том, что у другого ее сына Бориса есть двое внебрачных детей, которые воспитывались в семье Дмитрия, княгиня, похоже, так до самой смерти и не узнала. От нее этот факт просто скрывали. По воспоминаниям современников, к ней ездил на поклонение в известные дни весь город, а в день ее именин ее удоставила посещением вся царская фамилия. Княгиня принимала всех за исключением государя-императора, сидя и не трогаясь с места. И еще одно свидетельство современника. «Вчера было рождение старухи Голицыной. Я ездил поутру ее поздравить и нашел там весь город. Приезжала также императрица Елизавета Алексеевна. Вечером опять весь город был, хотя никого и не звали. Ей вчера, кажется, стукнуло 79 лет, а полюбовался я на ее аппетит и бодрость». Стоит добавить, что умерла княгиня в один год с Пушкиным, не дожив до своего столетия четыре года. 28 января 1820 года была открыта Антарктида – первой русской антарктической экспедиции под руководством Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный». В июне 1819 года капитана второго ранга Фадея Беллинсгаузена назначили командиром трехмачтового парусного шлюпа «Восток» и начальником экспедиции для поисков шестого континента, организованной с одобрения Александра Первого. Капитаном второго шлюпа «Мирный» был определен молодой лейтенант Михаил Лазарев. В июле 1819 года суда вышли из Кронштадта. 28 января 1820 года корабли Беллинсгаузена и Лазарева в районе берега принцессы Марты подошли к неизвестному льдиному материку. Этим днем датируется открытие Антарктиды. Еще трижды в это лето они пересекали Южный полярный круг. В начале февраля вновь приблизились к Антарктиде у берега принцессы Астрид. Но из-за снежной погоды не смогли его хорошо рассмотреть. В марте 1820 года, когда плавание у берегов материка из-за скопления льдов стало невозможным, суда по договоренности разлучились, чтобы встретиться в порту Джексон, ныне Сидней. Беллинсгаузен и Лазарев отправились туда разными маршрутами. Были произведены точные съемки архипелага Туамоту. Обнаружен ряд обитаемых коралловых островов-атолов. В ноябре 1820 года корабли вторично направились в Антарктиду, обогнув ее со стороны Тихого океана. Были открыты острова и названы именами Шишкова, Мордвинова, Петра Великого, Александра Первого. В феврале 1821 года, когда выяснилось, что шлюп Восток дал течь, Беллинсгаузен повернул на север и через Рио-де-Жанейро и Лиссабон в августе 1821 года прибыл в Кронштадт, завершив свое второе кругосветное плавание. Участники экспедиции пробыли в плавании 751 день, прошли более 92 тысяч километров. Были открыты 29 островов и один коралловый риф. Сегодня 28 января. В эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы расскажем о событиях, произошедших за рубежом в давние времена. 28 января 1457 года родился английский король I из династии Тюдоров, кандидат дома Ланкастеров Генрих VII. Его правление заложило основы английского абсолютизма. По линии отца он был потомком знатного валийского рода и вдовы Генриха V Екатерины Французской. А по линии матери – потомком Джона Гонта, герцога Ланкастерского. После поражения сторонников Ланкастера в период войны Алой и Белой Розы в битве при Тьюксбери в мае 1471 года дядя увез Генриха во Францию, в Британию. Напомним, что война Алой и Белой Розы с 1455 года велась за английский престол между двумя линиями королевской династии Плантагенетом – Ланкастерами в гербе Алая Роза и Йорками в гербе Белая Роза. Находясь в постоянной опасности, Генрих вырос достаточно жестким и очень скрытным человеком. Правление короля из династии Йорков Ричарда III вызвало недовольство обеих враждующих партии дворянства. Поэтому, когда Генрих начал борьбу за английский престол, на его сторону перешли многие бывшие сторонники Ричарда, которых оттолкнули его преступления подлинные и мнимые. В битве при Босфорте в августе 1485 года войско Генриха одержало решительную победу. Ричард III погиб. В ноябре 1485 года Генрих был коронован. Он женился на Елизавете Йорк, таким образом соединив в своем гербе Алую и Белую Розы, то есть Йорков и Ланкастеров. Сразу же Генрих столкнулся с новыми заговорами недовольных дворян. Но Генрих успешно подавил их военной силой и хитростью. Чтобы ограничить могущество знатной верхушки и помешать ей играть самостоятельную политическую роль, Генрих VII прибегал к конфискации в пользу короны земельных владений, с запретом на содержание частных армий. Особенно жесткой для населения была финансовая политика короля. Дополнительные налоги стали чувствительным бременем для многих. Вместе с тем Генрих прилагал немало усилий для развития отечественной промышленности, судостроения и судоходства. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова